Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Эдивил Динности. Мы с вами остановились на том, что понабрали дополнительных квестов, вроде бы как разобрались с посадками, но не разобрались, к сожалению, с удобрениями, нам их чуть-чуть не хватило. Но у нас еще есть время на то, чтобы, собственно, все остальное досадить, хотя есть сомнения. Ну, в общем, если мы поторопимся, то мы успеем чуточку больше. Если не поторопимся, лососнем по традиции. Так, давайте-ка я еще доставлю одно поле. Минимум. Минимум одно поле. В нашем случае у нас что надо сделать? Так, это остается здесь. Немножечко будет кривизна. Совсем шушует, но поверьте, никто от этого не пострадает. Я вот только боюсь, что здесь такой холм. А не, вообще плевать. Понял. Плевать и замечательно. Так, дорогу я сюда не довел. Ну, то есть максимум мы до сюда можем рассчитывать. Так, размер 10 на 3. Я думаю, что можем себе позволить 10 на 4. 10 на 4. Вот такое шикарное поле. Его сейчас начнут обрабатывать чуть-чуть. А мы пока что побежим, наверное, все-таки за... Во-первых, нам нужны, естественно, гражания. Во-первых. А во-вторых, нам нужно море удобрения. Море удобрения, это значит либо море навоза, либо море гнили. Вообще, еще надо до конца лета успеть насобирать херову гуру ягод. Ну, что-то у меня есть сомнения, что-то у меня есть сомнения. Сейчас мы еще проверим. У нас же товарищ, который добывал травы. Мы его, по-моему, переключили, да? Да-да-да-да-да-да. Мы его переключили на сбор трав, которые нам нужны будут для хилок. Насколько я помню. Подорожник и одуванчик. Подорожник и одуванчик. Так. Подождите. А он их насобирал вообще, нет? То, что они нам нужны, это, конечно, супер. Но он мог сказать, а идите вы в жопу и все. Так. Тут у нас хмель всякая жижа. Ага. Одуванчиков 37. Подорожников 30. Ну. В принципе, где-то столько он и должен был насобирать. Я так думаю. Сейчас мы проверим еще рецепт хилок. Хилки, как оказалось, сверхполезная вещь. Особенно, если нам надо будет идти охотиться. А нам надо будет идти охотиться на медведя. Соответственно, он нам, скорее всего, лицо-то и разобьет. Поэтому хотелось бы... Здрасте, мадам. Я не мешаю. Освободите, пожалуйста. Освободите, станцию. Осво... Тихо. Женщина. Симпатия ниже нуля процента. А, я к ней подкатываю. Не-не-не-не. Чуть подвиньтесь. Спасибо. Так. Другие зелья нас не интересуют. Зелья улучшения целебные. Ситуация какая? У нас есть два вида зелий. У нас есть два вида зелий. Зелья мгновенного исцеления. И есть зелья исцеления, которые работают как улучшение регена. Это увеличивает нам 20 хп. Это дает 1,5 хп в секунду на протяжении 60 секунд. Что, в принципе, вроде бы как неплохо. Но по крафту разница у них ощутимая. То есть здесь он гораздо-гораздо дешевле. Но их можно тяпнуть, быренько, и ни в чем себе не отказывать. Но нужны деревянные флаконы. Давайте мы его купим. В любом случае. Купить. Так, это оставляем. Женщину выгнал. Так, вы полями начали заниматься? Да, уже вроде бы начали что-то. А, нет. Нихера они не начали. Пока мы не поставим, что с ним делать, они ничего делать не будут. Грустно, печально. Деревянные флаконы. Сейчас мы все с вами узнаем. Так, деревянные флаконы делаются из одной доски. Аж целых 10 флаконов. И я так понимаю, что эти флаконы после выпитого зелья, они у нас будут оставаться. Я бы в это хотел верить. Но просто если... Короче, это все лучше самому скрафтить. Пусть он добывает все материалы. Вода у меня есть. Мы сами скрафтим, потому что он пока сам не вывезет. И сбор, и все на свете. Так, последнее, что мы отредактируем. Сейчас я гляну, сколько у нас семок осталось. У нас столько капусты, по сути, что мы можем ее уже продавать. Мне кажется, что она у нас немножечко перевдела по количеству. И в наших интересах ее перерабатывать, либо продавать. Так, семена капусты еще 107 штук есть. Там у нас посадка на 40. Можем спокойно менять. Так, управление полям. Последнее наше поле. Где у нас высадка? Все, полностью высаживаем капусты. Надо бы вообще, кстати, посчитать. Сколько мы тогда собирали капусты? Ну, по 4, по-моему, да? 4 это 12. По сути, у нас удобрения должны жопа как окупаться. То есть, очень просто окупаться. Если мы будем только удобрения закупать. Если у нас будут свои семки. И своя рабочая сила. Короче, безумно ближайшую деревню. У нас в которой сейчас. А то что-то солнце где-то не там. А, бляха, уже пол седьмого. Что-то денек рассосался достаточно быстро. Ну, короче, бежим в деревню. Общаемся сейчас с людишками. Я только не проверил, сколько нам людей не хватает. Так, все, все откроем. На колодце у нас никого нет. Но вроде бы пока не надо. По домам. Один дом мой. А, я жену еще должен намутить, точно. Мы же должны сейчас флиртовать, как адский сумец. Так, хорошо. И один дом вмещает еще двух людей. По добыче у нас остается колодец. По земледелию еще одно место есть. В мастерской никого нет, что грустно. В кузнице, я так понимаю, мы тоже сейчас какое-то время сами будем работать. Если будем вообще. Потому что возиться с медью достаточно нелегко. Без шахты собственной, грубо говоря. Ну, короче, да. Можем смело нанимать еще двух людей. Даже если мы их никуда не поставим. По месту работы. То в любом случае это уже будет какой-никакой прогресс. Надо пофлиртовать, забрать все возможные ингредиенты для удобрений. Хотя гниль брать, наверное, невыгодно все-таки. Сейчас я еще раз проверю, сколько у них капуста на продажу стоит. Если она прям дешевая-дешевая. Если она дешевая, то будет все плохо. Ну, расчет, в общем, на то, чтобы нам капуста, которую мы производим. Даже если бы мы ее чисто продавали, а не использовали. Чтобы она окупала нам затраты на удобрения. Мы деньги и так можем найти. Но просто это было бы гораздо-гораздо удобнее. В общем, топаем деревню. Так, кому я тут яки подкатывал? Дагмар, к тебе? Да. Слушай, я пришел опять яки подкатывать. Выглядит очень привлекательно. Так, что привело? Какая ваша самая большая мечта? Это мы уже спрашивали. У вас есть что-то прикольное? Только одно. Если вы когда-нибудь окажетесь на пути моего успеха, сделайте себя. Должен не убирать, если я вам помогу. Нормально, боевая. Так, ты не можешь приготовить омлет, не разбив я яиц. Сказала держимая курица. Очень плохая шутка. Так, пистер, которого я встречал во время своих путешествий, поведал мне секрет изготовления чернила для письма. Меня всегда это интересовало. Судя по всему, они используют чернильные орешки с пораженных дубовых листьев. Я никогда раньше так не любил, и это меня пугает. Но лучше я буду всю жизнь бояться, чем сделаю еще один. Жду без мыжен. Не-не-не, не надо. Так, иногда мир окажется бессмысленным, бесплодным. Я хочу, если какой-то просто жив ли я. Давайте кул фактор скажем. Это интересно, правда, для меня важно значение слова, не материал, с помощью которого они были написаны. Зря ты так. Так, в чем разница между женским аргументом и ножом? Так, я просто очарован вашими волосами, они сияют, как утренние росы на солнце. Но это еще максимально нейтрально. Плюс 7. Норм. Да, мне нравится думать об этом, как в подходящем месте для короны. Все, да? 37 подняли. Пока шуголяк. Так, ну подкат засчитан. Подкат засчитан. Так, два типочка сидят. Один, правда, неэффективен. Второй не имеет ни одного параметра на тройке. Не сможем никого из них нанять, к сожалению. Ох, как у тебя светло тут, слушай. Женщина, это ты шикуешь? Ты прям шикуешь. Так, что у тебя есть? Капуста стоит по 3,9. А, стоп, мы же начали выкачивать цены. Но даже если она стоит 3,9, то есть мы ее продадим за условные, там, 1,8. Может даже больше. И, соответственно, мы все равно окупим удобрения, по идее. Ну, если в чистую удобрения покупать, то не окупим. А вот если навозом, то вроде бы как окупим. Сейчас проверим. Так, мужик, у тебя было? Так, у тебя пока пусть и те же цены. Льняные семки мне не надо, мне надо все, что связано с удобрением. Так, само удобрение за 6,5, то есть уже дешевле нам продает. Но. Но-но-но-но-но-но-но. А где навоз, братан, братишка? К-Л-М-Н. Нема навоза? Это шляпа. Придется сейчас идти к этим другим товарищам. Но просто удобрение за 6,5, его мы, да, не окупим. Капустой, к сожалению. Наверное, если бы мы сажали пшеницу, она бы, наверное, купила. А так... Так, к сожалению, нет. Братишка, ну я к тебе сейчас приду. Мы, скорее всего, закупим вообще удобрение в любом виде. За любые деньги. Лишь бы это было наше удобрение на наших ручках. Так, у тебя что? У тебя только еда. Еда, 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 еда. Сейчас, тут где-то еще один челик был. Вот он. Он, по сути, торгует животинкой. Но у него вроде и какахи были. Так, какахи по 2,6, то есть мы можем уменьшить цену... Цену-цену удобрения. Больше, чем... Больше, чем одну монету. За счет чисто навоза. Ну, во-первых, давай весь навоз. Во-первых, давай, хотя... С него гораздо меньше удобрения получится. Ну, я думаю, что нам придется и чистое удобрение закупить. Не то, чтобы я этому рад. Скорее, другого выхода у нас нет. Не больше, не меньше. Так, дядька. Давай, показывай. Я только не проверил, может, у них гниль еще у кого-то была. Не, у этого только груша есть. Так, давай удобрения, даже по 6,5. Я не уверен, что я смогу это все унести. Я не уверен, что у меня хватит денег. Подожди. А, у меня 720. Ну, давай я у тебя 50, там, 60 возьму. Чтоб я хоть до дома дойти мог. С горем пополам, но мог дойти. Удачи. Короче, зато я принесу удобрение. Мы сможем полностью высадить все поля. Я надеюсь, за один день они успеют. Там осталась фигня, реально. Высадить. Так как здесь нанимать никого нет смысла, значит, с утра мы побежим в другие деревни. По идее, да, но проблема в том, что мне надо за один день успеть и нанять двух человек, хороших желательно. И при этом всем еще умудриться собрать максимальное количество ягод. То есть, собрав максимальное количество ягод, мы чуть-чуть себя обеспечим этим удобрением на будущее. Ну, в общем, погнали пока. Так, я что-то задумался. Это я удобрение столько тащу. А что будет, когда нам капусту придется тащить? Она тоже как бы нелегкая. И за раз там надо будет штук 600-800, наверное, продавать. У нас есть, конечно, палочка-выручалочка, по идее, торговый лоток. Но чтобы его поиметь, нужно по ремеслу возрасти просто в небеса по опыту. Сейчас, по идее, будем искать способ, по идее, быстрого получения этого самого ремесла. Я думаю, что я даже знаю направление, в котором надо двигаться. Надо просто что-то дешевое крафтить в огромном количестве. И, скорее всего, мы тогда прокачаемся. Но я пока не знаю, блях, нихера не видно. Так, давайте быстренько сделаем навоз. Создать еще бесконечно. Да. Нихера не видно. Найс. Короче. Надо будет найти предмет. Там была какая-то утварь. Из дерева. Надо будет попробовать ее покрафтить и посмотреть, насколько прокачивается ремесло. Потому что, мне кажется, мы загнемся как раз из-за того, что нам придется постоянно бегать торговать. Как вы видели, мы сейчас потратили... Ну, я подходил, было, короче, около 9-10 часов вечера. То есть мы потратили 3 часа просто, чтобы сбегать, условно говоря, продать, там, купить и так далее. Это нам даст возможность экономить огромное количество времени. И надо найти самые дешевые по прокачке. Что самое дешевое даст нам возможность заполучить каких-либо животных. Желательно, конечно, тех, кто производит навоз. Но не факт. Может, это будут не они. Может, это будут другие какие-то животные. Но они тоже сгодятся. Так, один факел у нас сейчас сдохнет. Давайте я его уберу все-таки. Ах, хотя стоп. Пусть сдохнет. Пусть сдохнет. У нас он совсем слабенький. Так, удобрения забирай, остатки навоза забирай. Итого. Итого. У нас теперь 98 удобрений, что должно хватить и на то, и на то поле. То есть у них есть день на то, чтобы это все высадить. Так, пока день не начался, потому что нам сразу надо будет бежать утром по всем остальным делишкам. А я пока, как вы знаете, не тороплюсь. Насколько я понимаю... Насколько я понимаю, здесь у нас есть... Вот, например, ковч и ложка делаются из обычной ветки. Из обычной ветки. Я правильно понимаю? Эти делаются из бревен, из досок, из большого количества веток. Упс. Факел нормальный, кстати, у меня до сих пор не открыт. Хотя мы его можем делать. Требуется ремесло. Вот, кстати, на этом и замерим. Давайте я открою ложку. Деревяное колесо есть. Ок. Давайте откроем именно ложку, а не ковш. Хотя разница, мне кажется, никудышная. Давайте откроем. Сейчас я заберу какие-нибудь веточки. Чуть-чуть буквально. Вот, три штучки. Проверим, прокачать ли она у нас хоть чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. У нас сейчас показатель 124 из 250. Создать еще три штуки. Во-первых, создаются они долго, что тоже займет время. Сейчас еще цену и глянем. Может их потом продать можно будет. А ну ни хера нам не подняло. Найс. Так. Это создает некоторую сложность. Это создает некоторую сложность. Хорошо, давайте тогда прикинем по-другому. Где у нас навыки? Дипломатия, охота, ремесло. При работе в мастерской и кузнице даются на 15% больше опыта. Мы сейчас работали в мастерской? Мастерской. Так, модернизация стен дома для улучшения теплоизоляции. Медленнее ломаются молотки. Прерывая швейные лавки даются... Ага, швейные мы еще можем получать. И в таверне получать опыт приготовки. Как же все все равно жиденько и не очень. Сейчас, короче, пока ночь не закончилась. Я сейчас попробую собрать еще веток. Сейчас мы скрафтили сколько? Три. Давайте я еще семь скрафчу. Чтобы мы могли посчитать... Может оно дает не по целой... Не по целому значению, а по... Урезанному. Стоп. Это точно мастерская. Чтобы потом не было дуристики. Сейчас делаем и проверим. Возможно, оно обновляется там раз в сутки. Хотя, скорее всего, нет. Потому что выживание качалось моментально. Мне кажется, выживание гораздо проще качать, чем ремесло. Пошел себе травы пособирал какой-то. И все, у тебя все выкачано. Кайфуешь. Ни в чем себе не отказываешь. Сто двадцать пять. Угу. Угу. То есть я за десять ложек... Грубо говоря, за... Десять веток... Получаю шляпу. Можно тогда проверить на корзинках еще. Можно помацать. Можно, конечно, помацать. Это требует доски. Это бревна. Бревна мы тоже можем задействовать. Но, мне кажется, мы на них особо ничего не получим. Что это мне подсказывает? У нас вообще доски на складах есть? Что, у меня же факела нет? Вы что? Вы меня не разводите. Я точно помню. Вот. У меня и простой, и нормальный есть. Не выдумывайте, пожалуйста. Надо еще пожрать перед сном, кстати. А то как-то нехорошо получается. Так, материалы. Деревянный ковш. У меня откуда-то есть. Стоит три копейки. То есть мы его продадим, как и ложку. Кстати, на этом можно зарабатывать еще. Херово, но зарабатывать можно. Так, доски у нас восемь штук есть. Давайте я все заберу. Сейчас мы все пронюхаем. Мы все пронюхаем. Может, даже выгоднее будет крафтить доски из этих. Нет, да? Так, смотрим. Из досок у нас есть... Сейчас показатель. 125. Давайте сделаем, допустим, еще одно ведро. Делается оно долго. Требует материал уже следующего тира. То есть, по идее, должно давать нормально. Даже единицу не дало. Мы идем нахер. Так, хорошо. Нам нужны были банки в любом случае. Скрафтить шесть банок. Ох ты ж, блях. Как они долго крафтятся. Так, сделали кучу флаконов. 127. Это похоже на большие страдания. Пока что это очень напоминает большую боль. Я пока не уверен, что так будет вечно. Но это очень на то похоже. Очень. Который там уже час. Уже пол первого. Так, быстренько похавайте. Последнее, что я проверю. Это попробуем, собственно, сделать зельем. Давайте я сразу... Оу, у нас заканчивается вода. О-ля-ля. Ладно, два заберу, потом наполню утром. Да, два забери. Все. Так, здесь у нас капусты 600 единиц. Каждая весит по 0,2 кг. Ну, то есть, мы за раз особо много вообще не продадим. Вообще. Это у нас сколько будет? Сотка 20 кг. Ну, грубо говоря, 200 мы за раз можем отнести. Всего лишь 200. Понимаете, да? Какой ужас. Так, ладно, с этим ясно. Мясо у нас уже гниет по чуть-чуть. С ним мы тоже разберемся. Кстати, мясо тоже можно продать. Но оно тоже весит немало, да? Тоже по 200 грамм. Так, хорошо. С этим понятно. Воду забрали. Флакон у меня есть. Подорожник и одуван. Так, подорожничек и одуванчик. Давайте сюда. Сейчас попробуем сварганить. Ох уж эти ночные делишки. Когда же еще работать, как ни ночью. Ёпы, РЦТ. Так, давай осторожненько. Подходим, проверяем. Зелье хило. Сколько мы сможем сделать? Ну, по сути, исходя из воды, максимум 20. Но на 20 у нас нет ресурсов. Будет, скорее всего, 19. Нет, даже не будет. Будет около 15. Так, сделаю одну зелью. Зелью мгновенного восстановления. Это прокачивает выживание, получается, да? Это мне нахер не надо, на самом деле. Ну, ладно, сейчас накрафтим еще зелий. Так, зелья готовы. Выживание не поднялось. Так. Подождите. Может, ремесло поднялось? Я был бы очень рад. Если бы да. Мужик, ты что тут делаешь? Это я тут, полуночник. Уходи. Уходи. Так, что у нас здесь? 133. Ага. Ну, если пойти максимально простым путем, нам сколько не хватает? Чуть больше сотки. 117, да? 117 умножим на 10. 1170 ложек. Крафтим, и у нас будет что-то открыто. Но это не то, что нам надо, да? Пушать здесь надо? 2500. Я думаю, что здесь есть только пара надежд. Очень небольшое количество надежд. И очень хлипких надежд. На то, что мы получим либо же опять этого полуночника мужика, который обучает. Либо мы пойдем нахер. В другом варианте я не вижу. Ну, серьезно. Дело просто в том, что он может дать там тысячу опыта вроде, да? Он нам дал в охоту. Если я не ошибаюсь, трехсотку. Но. Ой, это косарь в охоту. Но при этом все. Мод же приходит не каждый день, как бы. Я так понимаю, что если он и будет приходить, то будет приходить в конце года. А это жопа. Это жопа. Ладно. У нас в любом случае есть дела. Давайте сразу храпеть. Шпоки-нуки. Проснулись, чифернулись. У нас все еще лето. Сразу же выбегаем. Сейчас я только разгружусь. Сразу выбегаем. У ребят есть удобрения. У них все есть для того, чтобы начать работать на ферме. Поэтому мы берем... Пока деревянные ложечки наши оставим. Деревянные чаши оставим. Флаконы оставим. Хилку, кстати, надо выставить на этот. На быстрый доступ. 15 зелий мгновенного исцеления. 20 здоровья. Найс. Лучше, чем ничего. Так, это оставляем. Пусть собирает. Яблочки заберите. Еду с собой брать не будем. Лук тоже заберите. Мы на чем остановились? Что мы будем и с арбалетом, и с этим, да? Это, наверное, все-таки плохая идея. А, я же воду обещал им, блях. Я забыл. Давай сюда все ведра. Я совсем забыл им воды дать. Потому что я у них все забрал на зелье. Как мразь. Так, этот полунаполненный, это не то. Где у нас пустые? Во. Так, пустые ведра покоцаны у меня есть. Что оно такое? Нет, твою мать. Я хотел на быстрый слот поставить. Пить брать. А, его нельзя на быстрый слот поставить. Понял. Идем нахер. Вопрос закрыт. Так, где ведро? Наполнить ведерко. Можно было все сразу. Да, че я дурак. В самом деле. Сейчас наполним ведерки. Оставим им, чтобы им было шупить. Потому что у нас с этим слегка бывают сложности. Но слегка, значит, ничего страшного. Да давай, дотягивайся. Так, ведро с водой и половинчатое, и полноценное забирайте. Сейчас проверим. Управление, воды достаточно, еды вообще завались. Дерево тоже завались. Зданий можем 35 построить. Налоги 190. Ну, нормально, слушайте. Стадия развития фермы. Вообще-то обидно. Вообще-то обидно, с учетом нашей репутации. Так, хорошо. План тогда какой? Так, я разгрузился. Ну, в принципе, да. Тут, правда, один флакончик остался. Немножко лишних вещей. А так в целом, да. Короче, мы бежим в... Бра-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бум. Да, бежим наверх. Проберяем опять три деревни. Находим три максимально подходящих товарища. Нам желательно больше на крафтное ремесло упор сделать. И, наверное, я даже поспрашиваю, что там за квесты у типов есть. Сейчас. Тут за квест нам нихера. Тут одну лепешку. Других побочек у нас нет. Короче, надо будет собирать абсолютно все квесты. Некоторые из них все-таки дают плюс к получаемому как раз-таки опыту. У нас был там какой-то квест на строительство. Мы, по-моему, получили то ли 40, то ли 50 единиц. То есть вторички квесты тоже желательно брать. Они могут оказаться полезными. Ну, мне так кажется. Ну и по пути, если встретим какого-то чудика, а именно зубр, кто-то у нас лось и медведь, попробуем их заметелить. Такс, я, походу, нашел зубра. Сейчас нам надо, чтобы все было заряженным. Зубр, готовь жепу. Заводи! Стрел нету, твою мать! Юстон у нас ляпердю проблемка. На, на, в спад топором, на! На! Лон, меня попасть не может! Стоять, мразь, я тебя теперь никуда не отпущу. У меня стрела не была выбрана. Какая комичная досада. У тебя где-то стрела в боку торчала. Болт, точнее. Отдай болт. Ну отдай, ну, 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 поц. Сволота. Так, что со стрелой произошло? А, вот в чем проблема. Я должен выбирать. Я либо с болтами хожу на готове, либо со стрелами. То есть я не смогу юзать и арбалет, и этот. Грустно. Что я могу сказать? Грустно. Но, зубра мы вольнули. 25 мяса, 7 кожи. Еще и болт вернули. Неплохо. Но это не предел мечтаний. Лось тут, скорее всего, не водится. Поэтому пока двигаем, куда мы двигали. Так, что мы здесь имеем? Мы имеем мальвину. И товарища. Она неплохо в крафте, в охоте, в сельскохозяйственном. Он хорош в охоте. Почему это зрение потребляет такое огромное количество выносливости? Ёбаросатэ. И вообще спрячь топор. Для начала. Так. В общем, здесь приоритет охоты. У нее тоже охота. Но она еще может... Может в выживание. А у нас где-то может задействоваться выживание. Выживание у нас задействуется. У травника. А-а-а. Так, мы, может, тебя переквалифицируем? Слушай. Давай, короче, к нам. Увидимся там. Ты, челик? Ну, не знаю. А, ее надо поселить точно. Ты, челик? На охоте хорош, но у нас охота забита. Ты, наверное, подожжешь. Стоп. Тут где-то что был с квестом? Вон он. Чувачок, что у тебя за квест? Так, могу чем-нибудь помочь? Послушай, мне не хватает каких материалов. Не могли бы раздобыть. Конечно, дайте мне список. Меня мало интересует, что ты за материалы хочешь. Репутация династии, 50 монет. Отменить я не могу квест, да? Жалько, жалько. Но репутации династии мне не надо. Монеты мне, в принципе, тоже не горят. Нам, если сильно загорятся монеты, мы их добудем другим путем. Это вообще не вопрос. Следующая деревушка. О, стоп. А как это так? О, пожалуйста, 75 монет, 3 зелья сытости. Чего? 50% уменьшу потребление еды, продолжительность 120 секунд. Такое. Ради флакона, по сути, все. Я бы не сказал, что это прям важная штука. Увачка. А, ты это, домашненная. Кстати, мадам, у вас есть. Ну так, покажите, что торгуете. У, еще навозик есть. Ух, как хорошо. Но пока я оставлю тебя, потому что я иначе перегружусь и не смогу по другим городам пробежать. Сорян, ничего личного. Так, сразу следующее бежим. Они здесь рядышком, слава богу. Так, мадам я заселил. Проверяем, что у нас здесь. Побочек здесь нет, но есть трое людей. Сейчас поддышимся чуть-чуть. Очень жаль, что побочек нет. Я бы взял, на самом деле. Ну, по сути, побочки отмечены. Вон в этой рольнице. В Нестнике тоже есть. Но их все равно маловато, на самом деле. Так, так, так. Вот это выживание хороша. Все остальные сомнительные. Нам нужен мужик. Нам нужен мужик, к сожалению. Так, где следующий город? Может, мы, кстати, успеем до рольницы добежать? Который час? Ой, успеем 100%. Так, что у нас здесь? Квестгивера здесь нет. Здесь есть очень хороший товарищ для полей. Казимейра. Я не уверен, что я, правда, смогу тебя вместить в дом. Ну, если шо, ради тебя я даже отдельно дом поставлю. Давай, беги домой. Сейчас проверим. По идее, должна влезть. Твою мать! А как так вышло? А, ну, правильно. У меня аж только один дом был. А один это мой. Короче, поставим еще дом. Не проблема. Не умрет с голоду, я надеюсь. Так, вы чем-то еще полезным можете быть. Еще один фермер и добытчик. Третьего уровня и тоже женщина. Ну, что ж ты будешь делать? Окей, погнали дальше. Хорошо, что она здесь есть, но у нас пока нет домов. Нам сейчас для этой надо дом поставить. У нас мужиков не хватает. У нас дискриминация по половому признаку. Как так-то? Как с этим жить? Так, рульница, жди меня. Так, нашел тут бочечки. Бочечка с навозом. Бочечка с мукой. Доска. Лучше, чем ничего. А почему у меня метка до сих пор там? Лучше, чем ничего, но... Халявка, как-никак. Так, ролика не трогаем. У нас мясо этого завались. Нам бы удевать некуда. Надо бы, кстати, придумать, что с мясом делать. Либо засаливать. Но, чтобы засаливать, нужно соль. Свинарник открыт. В смысле? В честь чего? У нас курятник был открыт. Свинарник. Ну все, ну все. Жизнь же налаживается. Только я не знаю, где свиньи продаются. Я, по-моему, где-то свиней видел. Но я не помню, где. Я точно видел ослов. Буквально только что. У нас рядом гуси. Козы, по-моему. Но вот свиней я что-то не помню. Надо бы теперь найти свиней. Потому что иначе... А как же мы без свинок-то? Причем желательно сразу взрослых особей. А там надо... О! Здрасте. Самка-свиньи 1950. Самец 1950. Мне интересно, я их в карман положу? Или они за мной бежать будут? Таких денег у меня, конечно, нет. Ну ладно. Так, есть мужичок, который отлично справляется на ферме. На ферме у нас уже есть. К сожалению, вы не подходите. Квестгивер кто? Олежа, Олежа, что надо? Олежа, брат-брательник. Стрейнджер, добро. Так, я слышал бы называть себя хорошим охотником, но держу пари, что я лучше вас. Так что скажите, дружеское соревнование уходит на дичь. Ну давай. У вас есть пять часов. Я извиняюсь, пять часов, чтобы что? Что ты мне за это дашь? Репутация династии моя. Можешь сразу идти нахер. Отменяем мне задание. Я за монеты не работаю. Я зажраный барыга. Так, свиньи у нас, получается, вот здесь. В самом отдалении, да? Как я могу помочь? Что-то ты нужна. И мяско, и навозы, и все продает. Ишь ты, какая хорошая тетя. Ну, нам теперь надо копить четыре тысячи. Я понимаю, что свинарник мы-то поставим сразу. Там, я думаю, никаких строителей... Твою мать. Я уже в заборе застрял. Я так понимаю, что там сложностей никаких, как таковых, не будет. Ну, я, получается, сейчас рискну ягодами, но сбегаю еще в один город. Сколько там уже? Уже 12 часов. Рискну ягодами, но сбегаю еще в один город, и там квест по мациям. Пока квесты меня огорчают. Объективно, очень сильно огорчают. Потому что я на них рассчитывал, как ни на что ранее. Погнали туда. Так, я вижу лося. Только есть проблемы, мне кажется, я не смогу его... Шотнуть, потому что он собака быстрый. Но мне советовали стрелять в ногу. Что-то ему как-то срать, что ему в ногу что-то прилетело. Он скачет дальше, как дыч. Бизон еще один. Стоп, а где лось? Нет, зубр это супер. Еще один зубр свалил. Ну, вы видели, на каких спидах лось убегает. Я не знаю, может ему с арбалета надо что-то продырявить? Хорошенько, и тогда он не убежит. Ну, вроде бы, я ему попал куда-то около ноги. Где ты? Хера себе, шось. Вы видите его скорость вообще перемещения? Как такое дерьмо можно убить? Ух ты ж, блин, охомуха, я что-то не обосрал. Зубр, ты что? Ты что, Зубр, алло, 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 алло. Брат, я же тебя не трогал. Брат, братан, братишка, ни хера себе, он меня в небо вылетает. Да пошел ты нахер, ух, мать твою. Шатал твой нос. Тихо, инвентарь. Стоять, стоять. Стоять, стоять. Мы научены практикой этого. Как он называется? Скайрим. Нас так не взять. Я вместо его головы в дерево ударил, нормально. У меня нет способности, чтобы бить. Отстань, 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 говорю. Говно кусок, уберешь, мать твою. Да, шо ж ты такой крепкий, шо все зелье мои просурет, ну. Так, это у нас на отхил именно, да? Что? Что я выпил? Почему она не дает мне хп? Ладно. Все равнем это и плюс реген. А, она максималку увеличила, я понял. Ну и куда ты теперь свалил, брат? Я такое не прощаю. Достал молоток. Явно прощать не собираюсь. Иди сюда, противник. Сполз куда-то по холмам. Ты гляд, слушай, не хочу теперь вихтусе вообще обидать. Слушайте, они мне так лицо разобьют очень быстро. А с лосем надо будет что-то придумать. Надо будет каким-то хером то ли действительно ему чашечки подстреливать, то ли еще что-нибудь, чтобы он убежать не смог. Уж а другого варианта нет, он слишком шустрый. Зубр тут еле-еле скачет, а вот лосяж, не дай бог. Если меня Зубр так насилует, я боюсь представить, что со мной медведь сделает. Мне становится Х2 страшно просто. Ладно, двигаем в деревню эту. Так, с меня еще и волк хотел загрызть по пути. Но я решил, что, наверное, не стоит с ним драться. Не стоит оно того вообще. Так, здрасте. Мужичок толковый есть у вас тут? Мужичок, кстати, на крафт толковый, давай. Добро пожаловать. Так, его-то мы сможем закинуть. Ухумц. Все, одного заселили, то и поставим дом. Так, у кого квест? Гизеля. Гизела, Гизеля. Давай, рассказывай. Так, мне может понадобиться ваша помощь. Шо? Я собираюсь поохотиться на снаряжение, все, что никто не принесет его мне. Шо ты мне за это предлагаешь? Первый вопрос. Репутация мехмонета. Да иди ты в шубу. Все, что я вам могу сказать. Короче, разбросанные квесты точно шляпа. Они нам, во всяком случае, не дают то, что нам надо. А это, как вы понимаете, очень грустно. Сейчас самое грустное, это сколько мне пилячить домой. Вот что самое грустное. Километров 200. Нормально. То, что надо. Короче, нам надо успеть сейчас вернуться, построить жилой дом. По-хорошему поставить свиноферму. Не забыть о том, что свиньи стоят 4 тысячи. Нас собирать эти 4 тысячи. А я скорее с вами ищу полезное с приятным. Я наделываю этих ложек дохера. Мало того, что мы на них поднимем чутка хотя бы скилл, так еще и в придачу получим бабки, хоть и небольшие. Там сколько? Полторы монеты за одну ветку. Мне кажется, в принципе, обмен неплохой. Единственное, что сейчас у нас будет ветки еще собрать на постройку, а потом уже собирать ветки на остальные нужды. В общем, челопы домой. Чудеса да и только. Я добежал, собственно, до ночи. Еще даже светло на улице. Прикиньте. Так, что с полями? Поля высажены. Идеально. Просто идеально. У нас будет такое море урожая, чтоб сраться не жить. И здесь засадили. Все. Море моего уважения вами получено. Так, выгружаем все, что мы там надыбали. Лишнее, не лишнее. Берем деревяхи, строим сначала дом. Чтоб у нас барышня не охерела. А после дома уже поставим все остальное. Так, соответственно, болты я могу оставить, арбалет могу оставить. Доску забирайте, флаконы забирайте. Глиняные флаконы тоже. Зелье сытости нам не надо. Так, камень заберите. Кожу. Черт, у меня кожа вообще. А, ну я уже этого добыл. Так, мясо на другое место. Мука, навоз пока тоже пусть здесь полежит. Чертополох, забирайте. Все равно я нагружен каким-то дерьмом. Ну мясо там 5 кг. Хорошо. Так, давайте. Бревняки. Не-не-не, не так много. Перегружен в кашу. Сейчас сгрузим хотя бы мяско. Что ты там делаешь? А, ну все правильно. Я думал, что он в кузнице стоит. Думаю, че? Тек, дин-донь. Забирайте мяско. Дай вам бог удовольствия. Так, это в хранилище надо было. Пусть пока здесь лежит. Так, немножко разгрузили. С той же стороны, я думаю, продолжим ставить дома. Думаю, да. Там ничего менять не будем. Ну и надо свинарник еще поставить успеть. Как понимаете, задачки не из легких. Но никто не говорил, что мы не справимся. А у меня лопата, кстати, осталась. Надеюсь, что да. Давай березу. Давно я уже деревень рубил, слушайте. Я уже забыл, каково это. Ну, железным, конечно, топором каев рубить. Тут не поспоришь. Так, а лопата ж была? Была, да? Лопатку давай сюда. Ханемана! Ну и что это за халтура? А, ты хочешь прям окунаться в бревно, я понял. Э! Я тут что, ради этого строил? Чтоб ты мне потом на голову падала, скотина. Развались. Ноу! Ноу-ноу-ноу, поди с крыши! Сволочь! Твою мать! У нас один дом будет с дополнительной бревнякой сверху. Сделаем вид, что так и было запланировано. Серьезно, так будет проще. Так, дома. Самый обычный. Не выеживаемся пока что. Это потом мы будем перестраивать, когда нам надо будет население множить за счет детей. Пока нам это не надо. Давай, 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 давай. Делай побольше отступ, чтобы пройти можно было. Супер. Слава богу, что молоток металлический, поэтому можно не заморачиваться. Короче, сейчас отстрою и возьмемся за свиноферму. Так, с домиком справились. Быстренько заселяем сюда женщину. Пока она будет жить сама, потому что другого варианта нет. Ее мы можем сразу запустить в амбар, насколько я помню, да? У нас там еще местечко осталось. В пустой слот в роли земледелицы. Так, есть. И товарищ у нас второй. Улрук, Улрук. Он хорош как раз в долбежке, как раз таки. Железо. На кузницу я бы его направил, но просто беда в том, что там нам делать нихер пока что. То есть он номинально будет на кузнице, но делать там нихер. Сейчас я проверю. Могу ли я что-то выставить, чем бы он мог там заняться? Так, производство кузницы. Без назначения нужен молоток. Молотков там, по-моему, кстати, нет. Да его можно, по идее, поставить на... На крафт хотя бы тех же инструментов. Но у нас пока что нет добычи камня, чтобы это было все прямо автоматизировано. Поэтому он, скорее всего, будет сидеть ни хера не делать. Как-то так. Как-то пока что так. Ладно, оставайся как есть. Так, теперь нам надо быстренько... О, что-то не быстренько ни хера. Нам надо выбрать место под свинарник. Я думаю, что он будет где-то на той стороне. У нас хватает материалов, кстати. Хватает. Сколько он занимает? Ну, в принципе, как и в тех деревнях. Примерно такой же свинарник. Нам надо будет только учитывать то, что если мы ставим свинарник, у него должен быть же заборчик. Вся херня. Может, мы его сюда впихтарим как-то? О, мне кажется, он здесь идеально станет, слушайте. Правда, это уже почти граница деревни. Мне кажется, это не совсем хорошо. Ну-ка, убери. Что если мы, наоборот, с той стороны поставим? Что у нас входишь в деревню и сразу же видишь красивый свинарничек. Просто вот этого челика вроде бы как можно переместить. Убрать улучшение, улучшить, уничтожить, строить с ремня. Все не то. Короче, эту штуку, по идее, можно было бы сюда сместить. И свинарник там бы хорошо стал. Но я думаю, что мы даже не хорошо можем его смело здесь поставить. Свинарничек, давай, я в тебя верю. Только поглубже, чтобы мы могли забор сделать еще. Для этих самых хряков. Еще глубже. Или там уже вода? Не, нормально. Другое дело. Так, что ты требуешь? Стандартные запасы по дереву, по веткам. Только веток здесь нужно прям до хилища. Лады, сейчас отобью. Но нам, в принципе, что? Я-то его отстрою. Это не проблема. Вопрос скорее в другом. Что я, скорее всего, побегу тогда фармить? Фармить 4000 монет. Для того, чтобы получить взрослого самца и самку. Других вариантов у нас нет. Но, по идее, я наслышан, что свиньи должны лишить нас вопроса, связанного с навозом. Хотелось бы в это верить. В общем, ребятки, пока я сделаю с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденные. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Продолжение следует...